доброго времени суток с вами канал silver fox бонсай в россии так клен японских шиши легендарный клен очень маленькие листья они больше и не будут вот такие они очень маленькие междоузли чем ценится а то что это самый медленно растущий клен это неправда сейчас вы поймете почему это просто те у кого есть этот были вернее они у всех погибли почти у всех они просто сидели за моряные поэтому как бы медленно растущие несмотря на жесткой обрезки корневой восьбу у трех кленов шишек и жесткая обрезка веток просто все это жестко было весной дело вы даже не представляете прирост больше 40 сантиметров ветка так бересклет бородавчатый черная смородина по моему так сидит скумпия кожевины в этом году взял так дальше бересклет европейский сирень майера или миера ствол вообще отвратительно был пожалел что взял потом легкая манипуляция наклон вот такой вот все что вышло и вышло очень неплохо на следующий год я думаю будет большое цветение в этом году был слабенькая сосна не знаю какая не помню бересклет бородавчатый на камне клен дэй шоу было ему наверно года три можете побольше когда я его купил лет пять у меня сидит результат равный нулю если пятилетнее растение вот с таким стволом в два пальца как минимум то она начнет разгоняться если только не на балконе и не где-то а это так сидит и сидит короче еще камень один пилил не вниз отпилил и поддон от бонцаница так форзиция не знаю что буду делать получится не получится не знаю в этом году начал делать яблони red sentinel очень меня огорчила пол ствола загнила и обор машины начально обработал если будет все нормально доработаю если не погибнет дальше яблоня вот крэп или китайка не помню сорт умеет 2 дальше бересклет ой жимолость татарская вот такой ствол мощный вот здесь сердечко это видимо сук здесь был от нее я делал никто это не делает природа создала черная смородина цвела две ягодки цвела и две ягодки дала даже первый раз яблони дички по моему желтые когда их копал и резал они были с яблоками четыре года наверно или 5 они сидят и сидят бамбук куриц толку ноль не листья не веток толком ну естественно не цветение плодов если на следующий год не дадут бывает самое хотя бы не зацветут все пойдут гулять как покойно сказал николай озеров николай николаевич озеров нам такой хоккей не нужен впустую сидеть чего-то мне не нравится если цветущее дерево значит оно должно цвести если плодоносящее начало должно плодоносить плодоносить вот так это мое понятие дальше липа как бы винограда листная но я говорил что не знаю надо уточнить какой-то сорт все-таки вид какой вид вот такие листья вот они офигенные воздушную отводку сделал тоже нифига не идет не знаю я зарекусь все это последние наверно воздушной отводки нет еще сделаю на я на яблони на двух яблонях и все больше не буду еще одна липа это с очень мелким листом вот тоже нифига не дает корни вроде начинают образовываться но дальше ничего не пошло липа обыкновенная подмосковная вот так она цвела единственная у кого цвела в интернете я ни у кого не видел шуб липов бонсай цвела и дала плоды так что это только у меня из клюзив так клён японский вилла таранта ничего особо не делал ветки подправлял но естественно обрезка какую-то делал и немножко брал в проволоку ветки так чтобы раздвинуть или что-то вот если это года четыре сидит но сформирован все уже так косметику делать значит если он пошел стиль метла я сначала хотел крутить мутить бутить а потом смотрю хорошо идет а почему бы не оставить стиль метла кто мне запретит никто и оставил и очень отлично получилось живенько так это третий клён татарские ветки погано пускает ствол очень красивый но веток очень мало но можно следующий год даст еще поработаю дай бог хотел я вам этот клён во всей красе показать это клён crimson's kings багряна королева очень красивый зонт кровяной такой был вообще просто сказочный я что вот вилла таранта их в одно время взял два а этот пошел такой стиль он сам выдал такую не спадающие ну хорошо и ради бога я не стал ничего там париться в это по этому поводу идет так и идет вот они два разных клёна единственное опять шугану в проволоку беру там подрезаю чтоб так косметику делаю так дальше опять кран японский шиши гоши шиши го это второй уже но они уже краситься начали это особой ветки так сильно не стрельнул не знаю почему это я себе уже точно оставляю вот тоже жесткая очень обрезка веток корней тем не менее вот за сезон все за сезон дало буду весной работать когда листьев не будет я посмотрю какие ветки куда убрать добавить так сокозуки клен в этом году начал делать он чуть не до середине лет сидел не почки ничего не давал вот такой ствол клен редкий тоже по крайней мере в россии насколько я знаю ни у кого его нет бонсай вот было две ветки раз ветка два ветка и три маленькая все остальное наросло так что есть чем работать много теперь яблоня но это уже я думал что 118 подвой нет от какой-то другой приезжала моя знакомая и сказал что это другой что 118 и красный подвой ствол красноватого цвета еще одна шиши го тоже ветки красятся твой листья и вот такая веточка сантиметров больше 40 тоже жесткая обрезка была но вот это наверно на продажу пойдет или тот или другой или 1 или вот этот 3 но это дешево не будет потому что их ни у кого нет и никто вам под заказ не привезет или привезут дорого если бонса это очень дорого а так никто не будет связываться пишут все не привозит никто я тоже проходила я знаю так что это просто гонит поргу так дальше каштан конский в этом году как бы начал делать не знаю вот это все уберу наверно по нового будут переформировать вот так наверно сделаю лучший вариант будет я его чуть-чуть задавлю вниз будет более эффектной так это абрикосик съедобный в этом году начал делать в том году привез до резал его вот такой вот так листики наросли все это вот единственное что мне радует единственная зале из тех что я приобрел которая сама раз и сформировалась я не буду по ушам есть что я сижу там формирую 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 гнумну не а вот на следующий год единственная ее так немножко лишние ветка который будет выступать уберу а так трогать не буду пусть разгоняется дальше яблони еще одна red sentinel часть ствола это в этом году начал делать погибла бормашина чуть-чуть покорябал но в принципе не очень мне нравится скорее всего вот так я буду резать вот так останется толстый ствол хороший переход хороший очень вот так толстый ствол вот какой в общем то что надо как раз тогда под под бонсайницу под размер бонсайницы пойдет не знаю очень буду думать и и это слива съедобная в этом году тоже начал делать сорт не помню ночью еще работа работа с ней мы последние кизельник блестящий 2 сакуры коми коми на мае японские сакуры но они белые будут у меня одна моя розоватым цветут это белым по моему только будет цвести вот очень много почечек где будут цветочки так что значит это 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 скумпия кожевина и зеленая вот такой ствол прикольный вот он так немножко с ней поработать склоны он уже изгиб интересный все так это жимолость татарская но я уже начал делать как бы начальную формировку дал вот но здесь немножко обратно чуть сбежность но он интересный ствол здесь более тонко здесь он размер нормальные ствола здесь ну почти тоже ну что есть вот потому что довольно трудно нормально что-то найти ну дуб дуб я еще не знаю вот такой дуб но по крайней мере вот это почти все идет май коп но мы еще определим с еленой там надо не надо потому что мы еще меня кое-что есть так что вот такие дела всем спасибо не болейте подписывайтесь на канал если хотите будет много нового все пока до новых встреч